Здравствуйте! Репортер 73 представляет информационный выпуск «Каждый день, вечер и утро». Реальность сама складывает картину дня. В студии Маргарита Мутишинская. Смотрите сегодня в программе. Привозят, кормят, учат за счет предприятия. Осваиваемся еще потихонечку. Привыкаем к всему. Процессы рабочие и так далее. То есть еще обучаться, обучаться и обучаться. Кого берут на борт «Авиастара» и сколько осталось вакантных мест? Два недостроя так и не достроят? На данном объекте применены, соответственно, сваи, которые не соответствуют ГОСТу. А именно, керамзит и бетонные сваи. Также они забиты не по проекту, а по длине сваи. Данные сваи недопустимы в конструкции к фундаменту. В каких случаях обманутым дольщикам предложат компенсацию? У Локи нет шансов. Я решился на это. И за 4, получается, года я вам клянусь. И студенты не дадут соврать. Я перестал быть скучным лектором. Ну, я, может быть, и не был раньше. Но теперь я точно не скучный. Интересно об интересном. В Ульяновске презентовали книгу о юном журналисте. 12 апреля МИР отмечает День авиации и космонавтики. Ровно 61 год назад легендарный Юрий Гагарин на борту космического корабля «Восток» совершил орбитальный полет вокруг Земли. К отрасли космической и Ульяновск отношения не имеет. А вот титул главной авиационной столицы России носит с 2009 года. Чем живет, чем дышит и к каким высотам в наше непростое время стремится крупнейшее авиапроизводство страны, выясняла Татьяна Домоданова. Пару месяцев назад Дмитрий Емулов решился на кардинальные жизненные перемены. Пришел на крупнейшее в стране авиапредприятие. Сначала на базе заводского учебного центра изучил теорию новой для него специальности – слесаря по изготовлению и доводке деталей летательных аппаратов. А недавно перешел к практике на заготовительно-штамповочном производстве. Осваиваемся еще потихонечку, привыкаем к всем процессам работы и так далее. То есть еще обучаться, обучаться и обучаться. Будем надеяться, будем нарабатывать. Хочется зарабатывать больше. Перспективы, возможности есть, наверное. С первого трудового дня Дмитрия курирует наставник Владимир Лемаев. Слесарь с 12-летним стажем. Поддерживает, подсказывает, ободряет личным и семейным примером. Отец у меня в этом же цехе тоже работал по этой же специальности. И даже мастер, который у меня, он был у него учеником. Ну так совпало, если честно. Так совпало. И мать у меня тоже здесь работала крановщицей. Все разговоры про завод. То есть это Ной в ковчег сейчас на данный момент. Я не пожалел сто раз. И если соображаешь, будет и зарплата, и почет, и уважение. В процессе обучения, который длится от трех до пяти месяцев, здесь выплачивается стипендия 35 тысяч рублей. Дальнейший карьерный и финансовый рост зависит от личной отдачи. На предприятии ведется повышение зарплаты. Достаточно сказать, что в 2021 году рост зарплаты средним по работникам предприятия составил на 28%. А по основным производственным рабочим он составил более 30%. На нынешний год и последующий запланировано дальнейшее увеличение уровня зарплаты. Предприятие привлекательно полным производственным циклом. То есть самолеты, грузовые Ил-76, МД-90А, делаются, как здесь говорят, с руды и доводятся до первого полета. В среднем процесс создания занимает от полутора до двух лет, но в связи с большим количеством заказов планируют работать быстрее. Предприятие продолжает как дальнейшую техническую модернизацию, так и наращивание кадрового потенциала. На день сегодняшний здесь трудится порядка 8,5 тысяч человек. Ну и планируется этот объем увеличить еще примерно на полторы тысячи. Причем принимают как людей, проживающих в Ульяновске, так и тех, кто проживает в районах области. Ну и как вариант, это иногородние специалисты. Достойные примеры уже есть. Татьяна Романова вместе с 7-летним сыном приехала в Ульяновск из Луганской народной республики. Я подумала, что ребенку нужно мирное небо, ему нужно учиться, развиваться. И решение приняло, что мы будем ехать. Прежде Татьяна работала няней в детском саду, а на ульяновской земле ее трудоустроили на авиазавод комплектовщицей. Ну авиа, это конечно, никогда об этом в общем не мечтала. Что я могу сказать, самолеты, ну это масштабно, престижно. Работникам из сельской местности здесь обеспечивают доставку и горячее питание. Иногородним специалистам помогают с решением жилищного вопроса. Предоставляют служебное, либо частично покрывают ипотеку. В первый год после трудоустройства всем выплачиваются достойные подъемные. Также действуют прочие социальные программы, включая ДМС. Только за прошлый 2021 принято более 700 новых сотрудников, а за истекший период 22-го еще 150. Все имеющиеся ресурсы мобилизуют для ремонта дорог в регионе. Основные работы намечены на конец весны, но оперативный ямочный ремонт начнут вести в ближайшие дни. Алексей Русских поручил предоставить реестр объектов, где нужно провести срочные работы. На жесткий контроль члены правительства должны взять ситуацию по каждому муниципалитету. Это одна из первых тем, затронутых на традиционном аппаратном совещании. Подробности далее. Отремонтировать проезжие части – одна из первых задач по благоустройству региона. В этом году в Ульяновской области в нормативное состояние приведут 120 километров дорог. В областном центре работы выполнят на 12 участках во всех районах города. Общая стоимость – 700 миллионов рублей. Дополнительные средства должны поступить из федерального центра. Работаем с Министерством транспорта Российской Федерации, с Росавтодором, в том числе и Федеральным дорожным агентством. Пока цифры назвать, к сожалению, не могу, но за дело, безусловно, есть. Планируем получить. Самой проблемной дорогой Ульяновска на несколько лет обещает стать Московское шоссе в районе Минаевского моста, где километровые пробки собираются уже сейчас. Реконструкция в самом начале, но темпы работ не соответствуют заявленным. Главная транспортная артерия между Засвияжским и Ленинским районами оказалась пережатой. Считаю необходимым, во-первых, максимально грамотно подойти к вопросу организации движения по мосту во время ремонта. Во-вторых, нарастить темпы и интенсивность этих работ. Ни первого, ни второго в настоящее время не наблюдается. Я вижу неудовлетворительное информирование горожан и отсутствие работ на стой площадке в утне и вечерние часы. Дополнительных денежных средств на ускорение работ предварительно не требуется. А за финансовой стороной сейчас особый контроль, как и за ценами на продукты и товарами первой необходимости. Спекулянтам выявляют, которых контрольными закупками дают бой, но и без спекуляции цены объективно растут. Лидерами подорожания сейчас являются именно овощи, картофель, морковь, капуста, белокочанные. За последнюю неделю подорожали буквально на 20%. Мы фиксируем, что сегодня цены на брючевый набор сложились практически в 4 раза дороже по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Сэкономить позволяют городские ярмарки, где стоимость товаров, по словам министра, в разы ниже магазинных. Параллельно в регионе повышают зарплаты, при этом региональное правительство также финансово поддерживает и компании. 10 миллионов рублей субсидий выделят в этом году на поддержку социально значимых предприятий региона, где более половины работников – люди с инвалидностью. Средства пойдут на оплату коммунальных услуг. В это непростое время мы просто обязаны помочь таким производством. Обсудили на аппаратном совещании приближающуюся областную эстафету, которая пройдет 23 апреля. До сих пор не решен вопрос маршрута, по каким улицам побегут легкоатлеты, где станут перекрывать дороги. С уверенностью говорят только о готовности спортивных объектов, принят желающих на тренировки. Фоки будут работать у нас в летнем режиме, это практически все с 8 до 10 вечера. Бассейны в своем большинстве уходят на техническое обслуживание с 26 июня до 26 июля. Ледовые дворцы растопят лед, проверят все оборудование на исправность. Но с 1 августа горожане снова смогут встать на коньки или понаблюдать за соревнованиями. Маргарита Матюшинская, Геннадий Бухтаяров, репортер 73. Более 100 тысяч человек по стране стали заложниками ситуации с долевыми долгостроями. Постепенно вопрос решается. Год назад в российском правительстве поставили жесткую границу. Проблему необходимо закрыть к 2023 году. Благодаря содействию фонда защиты прав граждан, участников долевого строительства, в Ульяновске несколько домов получат средства на достройку. Однако есть объекты, судьба которых до сих пор подвешена в воздухе. Долгие годы они стояли полупостроенными и незаконсервированными. Что далеко неблагоприятно сказывается на конструкции здания. Накануне два таких дома осмотрели специалисты и губернатор Алексей Русских. Предложения и решения в следующем материале. Пробелы в законодательстве о долевом строительстве в свое время заполнили вот такие вот долгострои по всей стране. 26-этажный дом на Буинска, известный также как ЖК Молодежный, это символ проблемы, который стоит в густонаселенном районе Ульяновска в нарушении всех строительных и даже санитарных норм. И вот спустя почти 10 лет долгой и мучительной эпопеи, его судьба, кажется, наконец-то пришла к логическому завершению. Ни парковок, ни детской площадки. Здесь попросту не было места, чтобы обеспечить потребности тысячи семей, вложивших деньги в строящееся жилье. Более того, эксперты, обследовавшие объект, пришли к заключению. В окна почти половины квартир солнца даже не заглянет. Когда я еще летел на самолете сюда, увидел вот это вот здание, я был удивлен, как может быть внутри частного сектора, где одно двухэтажное, это просто невообразимо, кто его вообще разрешил. Дом рос вместе с амбициями застройщика. Сегодня безжизненный укор совести. За годы простоя судьбы людей, вложивших деньги в обещанное перспективное жилье, изменились в корне. Некоторые дольщики, пустые квадраты, передали по наследству. Есть несколько у нас сделок, которые прошли уже после того, как было принято решение о достройке дома. Соответственно, те, кто устал ждать квартиру, ну, не секрет, квартиры до сих пор даже, они висят где-то там на агрегаторах объявлений, квартиры до сих пор люди пытаются продать, чтобы получить хоть какие-то деньги. Покупатели проблемных квартир оказались в ловушке. С почти стопроцентной вероятностью дом на Буинской достраивать не будут. Дольщикам в этой связи положена компенсация, но в этот перечень по действующим законам новые собственники не попадают. Участники долевого строительства в рамках закона, не нарушая никаким образом закон, мы знаем при содействии фонда, при содействии конкурсного управляющего, при регистрации в Росреестре, оформляли эти сделки, и тем не менее они сейчас получаются обманутыми законом. Я считаю, что у вас вполне аргументированная позиция. Я на вашей стороне, поэтому поправки, то, что предлагается в федеральный закон, мы сейчас проговорим с нашими законодателями областными, и будем вносить в Государственную Думу. ЖК-лидер, еще один долгострой, по которому также изначально принималось решение о достройке, проблемным является с самого основания. На данном объекте применены сваи, которые не соответствуют ГОСТу, а именно керамзит и бетонные сваи. Также они забиты не по проекту, а по длине сваи. Данные сваи недопустимы в конструкции к фундаменту. Исправить это можно, но сложно, и потребует дополнительных временных затрат. Дольщики ждать откровенно устали. Мы уже ждем с 2014 года. У нас уже прошел срок 8 лет, у нас уже как-то настроя не осталось. Мы просто уже готовы, я не знаю, на любое. Но нужна компенсация. Если это будет адекватно, по реальным показателям, на это время, мы готовы на компенсацию, например. Единственное опасение, и оно объединяет дольщиков всех объектов, по которым примут решение о выплатах, изменение рыночной стоимости жилья. За прежние деньги сегодня те же квадраты уже не купишь. Во-первых, закон говорит о том, что средства, вернее, выплаты, которые будут производиться, они не могут быть меньше суммы, указанной в договоре долевого участия. А дальнейшая будет рассчитана сумма на основании оценки, которую произведут федеральный фонд, уже специалисты федерального фонда. И оценка будет делаться не ранее трех месяцев, для того, чтобы она была актуальной, скажем так, на момент выплаты компенсации. Выплата компенсации – прерогатива федерального фонда. Но регион обещал максимально содействовать дольщикам, по возможности индивидуально подойти к каждой ситуации. Люди не должны быть дважды обмануты. На этом настаивают и сами участники злополучных сделок, и представители власти. Отступать некуда. Точку в вопросе нужно поставить в 2023-м. А он уже не за горами. Вера Мещерякова, Бахтияр Салтанов, репортер 73. Минус парк. В Засвияжье на капитальный ремонт и серьезное переустройство до конца лета закрывается парк «Семья». Такие аншлаги появились по границам зеленой территории. Начинание, на первый взгляд, благое. Только местным жителям никто о нем толком не рассказал. В итоге законное возмущение и сомнение, все ли будет сделано, как обещают. В вопросе разбирался Павел Петриков. Ремонтная история началась с 2020-го. Город через суд расторгнул договор с прежним арендатором, и парк «Семья» перешел под муниципальное крыло. Посмотрели на все и решили, что ячейку города нужно срочно восстанавливать. На это потребуется каких-то 35 миллионов рублей. По муниципальной программе формирования комфортной городской среды уже в этом году обещали капитально отремонтировать парк «Семья». Дорожки, шикарный фонтан в самом центре, освещение и прочее. Уже и кирпичи отложили, и другие стройматериалы. Все говорит о том, что ремонт вот-вот начнется. Но кое-что местных жителей сильно смутило. Вот на этом табло появилось объявление, гласящее, что территория в связи с ремонтными работами будет закрыта для посещения на все лето, до 31 августа. К моменту нашего визита объявление уже сняли. Об этом сообщил один из местных арендаторов. Народ таких действий не понял и не оценил. Тревожится за любимое место отдыха. Нельзя парка закрывать. Здесь очень много гуляют с детьми. Маленьких детей очень много. Мамочки, куда они пойдут? Куда? Мне уже 90-й год, 9-й десяток. Мне уже некуда ходить только сюда. Внуки здесь выросли. Уже никто не гуляет. Одна невзрослая уже, наверное. Да, одна я гуляю с приятельницей. Скажите, у вас есть какое-то любимое место в парке? Вот. Это аллейка, где уже такой возраст. Нам нужно покой, посидеть на лавочке, посмотреть за птичками. Людям непонятно, зачем закрывать весь парк, если можно ремонтировать поэтапно. Ничего же не мешает закончить участок и двигаться дальше. Любители ЗОЖ тут занимаются спортом. Бегают, практикуют скандинавскую ходьбу. Мамы гуляют с колясками в парке. Даже в будние дни много детей, пенсионеров, школьников. И молодежь здесь гуляет. И здесь довольно тихо. Здесь нет никаких вот... Потому что мы здесь тоже с мужем гуляем, живем рядом. Здесь, ну, нет пьяных. Вот так даже, скажем. Здесь, что мне нравится, выходные. Вот сейчас начался теплый сезон. В том году у стариков была дискотека. Где вы увидите 70-летних людей, которые танцуют под музыку. Вот я со своей работой уставшая. И то стою, и ногой притопываю. Это, знаете, большой позитив. Вспоминают, что даже в 2008-м, когда парк был в аренде участника, из семьи увозился мусор, монтировались аттракционы, чистили дороги от порослей. Парк не закрывали от посетителей. Объявление в итоге сняли. Значит, передумали закрывать или ремонтировать? Или и то, и другое? В городской администрации от ответа уклонились. Мол, не понимаем, о чем речь и будем выяснять. И на всякий случай напомнили, что в городе есть и другие парки. Красивые. Некоторые даже отремонтированные. 30% из них очищены от снега. В плане благоустройства достигли отметки в 50%. В 10 парках запустят аттракционы. Все работы планируют завершить до 27 апреля. То есть, в крайнем случае, отдохнуть можно будет и без семьи. Павел Патриков, Бухтияр Салтанов, репортер 73. Найти себя, помогая другим, ульяновцы активно откликнулись на призыв собрать вещи для вынужденных переселенцев из Мариуполя, которых принял наш регион. Дальше дело за волонтерами. Разобрать, рассортировать, доставить, попутно выяснить, в чем еще нуждаются люди, проживающие в пунктах временного размещения. 8 лет назад прибыла в Ульяновск, учится, работает и помогает землякам поскорее войти в русло мирной жизни. Историю Дарьи Литвиновой, студентки колледжа государственной и муниципальной службы, что не понаслышке знает, как важно протянуть руку помощи, расскажем далее. В пункте приема гуманитарной помощи на Ленина 146 кипит работа. Помещения заполнены буквально от пола до потолка. Все эти вещи принесли наши земляки, откликнувшись на беду жителей Мариуполя. Чтобы все скорее разобрать и отсортировать, кажется, нужен целый цех рабочих рук. Помогает справиться с задачей, стремление не быть равнодушным. Дарья Литвинова вместе с родителями родной город Енакиево, что в Донецкой области, покинула в 2015-м. Уезжать не хотели до последнего, но оставаться на месте дальше было уже опасно. Сначала вообще было непонятно все. Мы вообще так с папой сидим весной, я помню, возле дома. И слышим прям грохот такой. У нас там шахты, мы думали, что что-то на шахте произошло. В итоге выходим на улицу, там танки приезжают. Мы испугались очень сильно. 11-й день рождения Дарья встретила под грохот орудий. Целый год семья жила в подвале. Когда стало совсем невыносимо, перебрались в Казань к родственникам, затем в Ульяновск. О том, каково это, уезжать в неизвестность, 18-летняя, ныне студентка, знает. Потому новоприбывшим в первую очередь оказывает моральную поддержку. Первый день, когда я пошла сюда помогать, маме говорю, все, иду беженцей, помогать другу, хоть бы там не расплакаться. Пришла, посмотрела на них самое, что я почувствовала первое, то, что очень близкие люди, родные. И вот прям увидела в глазах то, что раньше видела своих. Погода у нас суровая, не то, что в Южном Донецке. А потому и люди кажутся не такими приветливыми. Только кажутся, говорит Дарья, на родину тянет, но скорее в гости. Последний раз видела родных и друзей в 2017-м. И отголоски взрывов напомнили, от чего пришлось уехать. Когда именно все начиналось, там были солдаты хорошие, некоторые украинские. Они помогали, то есть нам тоже так собирали гуманитарную помощь и так далее. А вот именно батальон Найдар, Азов, вот эти подкарательные, они, конечно, да, они очень, очень нехорошие. То есть, да, был запрет на такое, чтобы не разговаривать. И историю они всячески переделывают. Своих не бросаем не просто хэштег в сети, не просто название волонтерского движения, к которому примыкает все больше людей, молодежи, когда реактивный и неравнодушный. Это сама суть того, что сейчас происходит. На линии огня, где наши бойцы защищают право людей на свободу и жизнь, в российской глубинке, где вынужденным бежать из разрушенных городов, собирают помощь, помогают отвыкнуть от страха. Большая потребность, наверное, спортивные костюмы для детишек и более взрослых людей. Это продукты питания, детские питания, вода, чай, кофе. То есть, все необходимое, то, что они чувствуют себя комфортно. Волонтеры своему делу посвящают все свободное время. Оказалось, что неравнодушных земляков немало. Помочь спешат все. Очень много вещей приносят люди с инвалидностью, пожилые. Эстафета доброты и участия в судьбе другого непрерывна. Вера Мещерякова, Сергей Рябухин, репортер 73. Мир, в котором становится все больше информации и все меньше смысла. Слова социолога, культуролога и философа Жана Бадрияра актуальны на все времена. А в наш век неконтролируемых информпотоков тонет в них еще и правда. Впрочем, так было тоже практически всегда. В попытках отстоять торжество истинной героя книги ученого, преподавателя известного в регионе журналиста Олега Самарцева, погружается в глубину веков и проходит непростой путь в противостоянии самому богу обмана Локи. На презентации книги с длинным интригующим названием и не менее интригующим содержанием, а также максимально полезным посылом побывала наша съемочная группа. Мы представляем вам научно-популярное издание с немножечко длинным, но весьма интригующим названием. След Локи или необыкновенные приключения школьника Бориса по прозвищу Варвара в мире информации. Погоня за правдой сквозь все времена. Герои книги Олега Самарцева препятствуют козням коварного скандинавского бога Локи и попутно знакомят читателя с историей становления журналистики от времен Цицерона до современных информационных войн. Настал какой-то момент, когда, работая даже не со студентами, а с детьми, школьниками, будущими абитуриентами, я вдруг с полной очевидностью понял, что они живут в современном информационном мире, ничего по сути не зная. А дальше была серьезная работа. Четыре года исторических культурологических исследований, компиляций достоверных фактов различных эпох в единое полотно повествования. И все это объединяет идея. Даже небольшая ложь, умело поданная широкой аудитории, может перекроить судьбу всего человечества. В первую очередь книга адресована детям, но будет полезна и взрослым читателям. Однако, даже выпустив первый тираж, автор к тексту вернулся и сделал его более легким для восприятия. Эта книжка очень серьезно переориентирована на детей. Она стала намного интереснее, красивее. И вот тут я детскую аудиторию себе представлял. И вы знаете, я думаю так, если дети поймут, что она говорит о нужных вещах, о вещах, которые они понимают, то тогда дети ее легко воспримут. Фактическая часть осталась нетронутой. Изменился скорее язык повествования, стал более живым, менее академическим. В дополнение к увлекательному сюжету, уникальная визуальная составляющая, ставшая неотъемлемой частью нового издания. Это Венеция. Это те люди, которые шли к великому Пьетро Аритина, которого считают первым журналистом в истории человечества, чтобы задобрить его подарками, и он, не дай бог, не написал бы о них что-нибудь плохого. Каждая иллюстрация, как произведение искусства, это и есть авторские картины, создатель которых, главный художник Ульяновского театра «Кукол» Дмитрий Бобрович, сам провел настоящую исследовательскую работу, изучая костюмы эпох, по которым перемещаются герои, и разработал уникальный стиль всей книги. Гермес у нас будет выглядеть, как молодой Янковский, но Янковский мне уже не может базировать. Я искал человека с яркой внешностью, эмоционального, которого я смогу использовать внешность для главного героя, одного из главных героев. И внешность этого персонажа мне подарил Иван Луценко, актер нашего театра. Герои – прототипы, архетипы, мифы и факты. В одной конве действуют древнегреческий гермес и скандинавские боги, о поле битвы – история человечества. Школьник Борис по прозвищу Варвара за свое чрезмерное любопытство – это идеал журналиста, который ничего не оставляет без внимания. Герой проходит серьезный путь и к концу книги меняется. Не остался прежним и сам автор. Я решился на это, и за четыре, получается, года, я вам клянусь, и студенты не дадут соврать, я перестал быть скучным лектором. Но я, может быть, и не был раньше, но теперь я точно не скучный. Я думаю, что дети, которые вырастут на этих книгах, на книгах, подобных данному изданию, они, конечно, будут умными, они, конечно, будут эрудированными, но они останутся и добрыми, потому что в ней есть добрая сила. Вера Мещерякова, Сергей Рябухин, репортер 73. В завершение выпуска вернемся к теме авиации и космонавтики. Полет, длившийся всего 108 минут, стал мощным прорывом в освоении космоса. Имя Юрия Гагарина стало широко известно в мире. С поздравлений в этот день начали и мои коллеги из утренней редакции. О ракетах, самолетах и авиамоделизме говорили с гостем студии. Авиамоделизмом Анатолий Уфимцев увлекся в 10 лет. Сын офицера с семьей они жили рядом с аэродромом. Взмывающие в небо самолеты покорили школьника. Свою профессиональную деятельность связал со службой в армии. 20 лет, 8 из которых уфимцев служил на Байконуре. С 1982 по 1990 год я увидел очень много исторических эпохальных запусков. В том числе 4 года я был непосредственно в первом испытательном центре, начальником службы горючего. Вот рядом с нами была 250-я площадка, где запускали энергию, где запускали буран. Все это было на моих глазах, все это было очень интересно. Но это была работа обыкновенная, мы выполняли свою работу. Пропустили эфир, он уже на нашем сайте. www.reporter73.tv Начинайте день правильно в 6.00 на телеканалах ОТР и «Репортер 73». С нами интересно. На Ульяновскую фабрику обуви требуются. Швейники, раскройщики, зарплата от 30 тысяч рублей, возможно обучение. Разнорабочие, зарплата от 18 тысяч рублей. Пресс нефтяников, дом 12Б. Телефон 93-92-02. 93-92-02. Чашечку чая? Может лучше фреш? Испечем пиццу. Мегастрой создаст дизайн кухни под ваши размеры, доставит и установит ее. Мегастрой. С нами все получится. Выкуп автомобилей целых битых, неисправных. 96-03-81. 96-03-81. Эффективно лечим геморрой и трещины уже более пяти лет. Гарантия результата. Прием перед операцией бесплатно. Клиника Нева. О, качество. Есть имя. Хризатил Цемент. Легендарная надежность и долговечность. Трубы. Шифер волновой. Плоские листы. Сайдинг фиброцементный для фасадов и заборов. Полосы для высоких грядок. Раскрой по размерам. Доставка по городу и области. Телефон в Ульяновске. 7909-96. Напомним, телефоны 30-41-73. Здесь ролики, сюжеты, объявления и бегущая строка. Делайте новости вместе с нами. Звоните в редакцию 30-40-73. Смотрите «Репортер» не только в эфире. Мы присутствуем на всех ведущих российских социальных платформах. Все наши программы и сюжеты можно увидеть на Яндекс.Дзене. Подпишись и будь в курсе реальности.